В сегодняшнем ролике я поделюсь с вами секретами посадки и выращивания вегетирующих саженцев винограда. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и винодели. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Итак, что такое вегетирующие саженцы? Это те саженцы, у которых есть определенная зеленая масса, листики. Чаще всего, когда речь заходит о вегетирующих саженцев, имеется в виду саженцы этого года, пророщенные этой весной, из черенков. Вот у меня такой саженец, он не совсем презентабельный. Ему легко отличить, есть коричневая палочка, есть зелененький росточек. Но иногда это бывают и саженцы прошлого года. Их тоже легко отличить, потому что есть черенок, есть побег прошлого года и от него идут уже зеленые росточки. По особенностям посадки они не глобально отличаются. Сроки высадки таких растений зависят от вашего конкретного региона и от условий вашей конкретной местности. Что нам нужно, чтобы более-менее прогрелась земля с одной стороны, с другой стороны, чтобы ушла опасность возвратных заморозков. Но смотрите, какой есть нюанс. В некоторых регионах, и вот даже у нас в Беларуси, опять же, в некоторых местах в прошлом году заморозок был и в начале июня. И кто-то считает, что в таком случае надо вот эти саженцы держать на подоконниках до начала июня. Это не всегда лучшая идея. Смотрите, вот этому саженцу уже очень грустно. Я сразу поясняю, что мы отказались вообще для себя от таких саженцев. Расскажу, что делаем мы. Когда они находятся вот в маленьких емкостях, в каких-то домашних, квартирных условиях, им не всегда бывает комфортно. Бывает, повезет, мы угадываем с грунтом, у нас подходящие условия, и у нас растут красивые растения. Но бывает не так. Бывает, они вот мучаются, да, и чем дольше они находятся в таком состоянии, опять же, у нас на подоконниках, тем шанс у них умереть больше. И вот таких вот замученцев, если у нас нет теплицы, если есть, классно их выставить в теплицу. Но если нет возможности, то лучше их высаживать. И в принципе, чем меньше у нас вот этот саженец, чем меньше у него зеленая масса, тем ему прижиться на новом месте будет проще. Для сравнения, вот такому вот саженцу будет прижиться на новом месте гораздо легче, чем вот такому. Но это совершенно не означает, что вот такой у вас погибнет. С ним все будет в порядке просто. Чем меньше, тем им проще. Вот смотрите, маленькое отличение на наш виноградник. Вот эти все лозы были высажены два года назад прямо из скельчеватора укорененными черенками, прямо в грунт. Ну и как видите, вот третий год им чувствуют они себя достаточно неплохо. И даже в прошлом году у кое-кого мы уже видели урожай. Хотя позапрошлый год был крайне неблагоприятный, очень короткое лето, которое закончилось 1 сентября. Потом стало холодно, стало дождливо. Тем не менее, повторю еще раз, что уже в прошлом году на некоторых лозах мы видели сигнальный урожай. Это к вопросу о позднем укоренении. Вот даже пару кадров, как это было. Единственное, что мы готовили ямки, да, и мы их специально прогревали для того, чтобы наши укорененные черенки сели в теплую землю. Немножко перескочили с вами от сроков посадки к размеру саженцев, но возвращаемся к срокам. То есть, смотрите, с одной стороны, условия должны быть более-менее благоприятны, с другой стороны, сильно не затягивайте. Вам же самим будет проще. Как уберечь в дальнейшем вот такую саженец от неблагоприятных условий, через пару минут поговорим. Следующее, нужно ли готовить яму. Тоже копия бета сломана при великое множество, и каждый останется при своем мнении. Но, опять же, все зависит от ваших условий. Если у вас хорошая жирная плодородная почва, в принципе, можно ничего не готовить. Если у вас почва бедная, там, пески или тяжелая глина, то, конечно, подготовить ее имеет смысл. Так саженцу будет проще, будет легче, набраться сил и нормально вызреть осенью. И достаточно скоро дать вам урожай. Как готовить яму? Опять же, зависит от вашего региона и от ваших конкретных условий. Ну, мы будем говорить примерно о нашей средней полосе. Где-то сантиметров 40-50 в глубину и в ширину. Ну, тут уже зависит от ваших физических возможностей и, опять же, от вашей почвы. Если у вас почва плохая и тяжелая, то можно в ширину сделать и пошире. Потому что корни винограда, они располагаются примерно на определенной глубине и потом расходятся вширь. То есть вы можете ему сразу сделать более благоприятные условия, опять же, для более быстрого старта. Но если у вас силы ограничены, у вас ограничено время, у вас ограничены ваши возможности по разным абсолютным причинам. Это абсолютно нормально. Можно удовольствоваться и примерно 50 сантиметрами. Что туда закладывать? Опять же, если у вас совсем тяжелая глина, то мы эту глину достаем и делаем более легкую смесь. Можно песок, можно немножко торфа. Перегной, компост – это вообще классные вещи, которые туда можно положить. Единственное, не переусердствовать. Потому что избыток питательных веществ тоже может сыграть не в нашу пользу. Ну, примерно пол ведра, ведро такого уже хорошо перебревшего навоза, перегноя, будет более чем достаточно. И опять же, если у нас почва тяжелая, то мы домешиваем туда песка, а всю эту глину убираем. Если у нас почва песчаная, то можно смешать вот с той почвой, которую мы достали из ямы. Желательно, конечно, готовить яму заранее, чтобы там земелька уселась, улеглась и так далее. Но вдруг у нас не было таких возможностей, значит, мы будем высаживать так, как у нас получается. И еще, смотрите, опять же, чтобы у нас быстрее наш саженец адаптировался, чтобы ему было легче, чтобы ему было проще, мы можем примерно за неделю-две взять кусок черной пленки. Она найдется в любом хозяйстве. Нет черной пленки, черный пакет из магазина, черный мусорный пакет. И на место, где у нас яма, разложить. Если мы берем большой мусорный пакет, да, то вообще хорошо. Вот разложили, кирпичиками прижали, и это место у нас шикарно прогревается. Наш молодой саженец сядет в теплую, хорошую землю, и, конечно, ему будет гораздо легче адаптироваться. То же самое мы можем сделать и потом, после посадки. Посадили рядом черненькое, расстелили, и тоже будет замечательно. Но то же самое мы с вами можем сделать и после посадки. И это будет способствовать лучшему прогреву почвы. Но опять же, молодому растению будет легче адаптироваться на новом месте. Ну а теперь пойдемте садить. Сразу предупреждаю, что саженцы у меня не красивые, потому что это исключительно демонстрационный материал. Мы такие саженцы уже несколько лет как не используем, не вращиваем и не используем сами. Итак, аккуратно вытряхиваем из емкости, стараемся не повредить то, что у нас там есть. Можно даже разрезать. Ну, видите, у меня земляной ком растрясся, и вот тут корни не самые лучшие. Но они живые, и у этого саженца есть все шансы на жизнь. Вот эта пятка, корни места, откуда корни отрастают. И она должна быть на глубине 25-30 сантиметров. Это глубина для наших северных широт. Вот смотрите, если бы у нас был тут цельный холмик, вернее, цельный вот этот, мы бы его просто в ямку вот так вот поставили. Но поскольку я уже растрясла, значит, мы делаем такой небольшой холмик. Возможно, не будет видно. И на этот холмик саженец наш ставим. И еще важный момент. Видите, моя ямка оказалась немножко маловато. Вот это вот место на раз-два почечки. Желательно, чтобы оказалось под землей. В итоге под поверхностью земли. Это нам надо для подстраховки. Ну, попробуем в другую сторону его поставить. Вот так. Вот, как раз, смотрите. Я его положила, и все замечательно. Теперь засыпаем. Если вдруг какие-то есть бирки, которые накручены, обязательно их снимайте, не забудьте. Это очень важно. Засыпаем, засыпаем. И смотрите, что еще мы можем сделать. Засыпать не полностью. Почему? Месть земли здесь меньше возле корней. И, соответственно, эта земля будет больше прогреваться. Корням теплее. И вот это вот у нас лучше пойдет в рост. То есть можно пока что оставить вот так. А уже остальное досыпать к осени. Можно сюда застелить черную пленочку. Можно выкопать, опять же, это демонстрационный вариант. Можно выкопать пыла пошире ямку и пошире расстелить черную пленочку. Земельку мы немного уплотняем, вот, ручками. Сильно тут топтать не надо. И в зависимости от почвы можно немножко пролить. Смотрите, у нас земля очень влажная. Если сухая, то можно и ведро сюда линуть. Ну, у нас очень влажная, поэтому я вот, что под руку попалось, чуть-чуть пролью, чтобы вот вокруг корешков земелька улеглась. Этого будет достаточно. А мы с вами посадим еще один саженец. Прямо из воды. То есть я оставляла экспериментальные такие черенки. Они укоренились, так водички остались. Как видите, разница с теми, что в стаканчике очень большая. Ну, вот, попробуем высадить их и посмотрим, что из этого будет. Значит, как высаживаются такие? Все то же самое. В принципе, те же самые, ямки те же самые. Вот здесь маленький холмик. Так. Корешки расправили. До нужного нам опустили. Вот здесь, чтобы у нас парочку почек было. Вот с землей. И засыпаем. То есть никаких таких глобальных особенностей нет. И ради эксперимента сажу еще один саженец из водички. Вот. У него тут полметра зеленого прироста. Корешочки небольшие. Вот садим. Глубина посадки та же. 25 сантиметров. Даже давайте уже гулять так гулять. У меня еще один есть. Всех сюда посадим. Посмотрим. Ну, это поменьше. Поменьше. Посмотрим, как они будут себя чувствовать. Потому что кто-то нам писал, что жить они не будут. Они умрут. Вот посмотрим. Умрут ли они. Вот, смотрите. Четвертый день пошел. Прекрасно наши саженцы себя чувствуют. Там еще один. Вот. И это то, что мы садили сразу из воды. И даже с большой зеленой массой. Все свеженько. Листик свеженький. Все замечательно. И теперь важнейший момент. Чтобы наши саженцы успешно адаптировались к новому месту, нам нужно им помочь. Конечно, кто-то саженцы закаляет. Кто-то их там выносит на часик, на два, на солнышко, на ветерочек, на еще что-то. Но особенно если вы саженцы покупаете, и вам даже говорят, что они закаленные, лучше перестрахуйтесь. Потому что, может быть, они закалились не до конца. Кроме того, возвращаемся к началу нашего разговора. А может быть, будут заморозки. Если мы их прикроем, грамотно прикроем, то даже заморозки им будут не страшны. Ну, поскольку у меня это все демонстративное, то я буду ставить несколько дужек. А так обычно мы ставим две дужки над янтой. И они у нас меньше. Да, сейчас я буду ставить дужки побольше. Дужки поставила. И спанбондом вот так вот широко прикрыла. Все, вот так вот мы накрыли. И в таком состоянии мы оставляем недели на две. Ну, либо если у нас погода не очень, мы можем держать и больше. Это уже по вашему, нашему желанию. У меня спанбонд плотноватый. Это, наверное, шестидесятка. Не могу вам точно сказать. Если тоненькая, то положите в два слоя. Потом через недельку первый слой снимите, потому что весеннее яркое солнце, но оно может повредить. Сейчас я прижму этот спанбонд, и мы продолжим разговор. Для обычной адаптации растения к новым условиям вот такой накрывки будет более чем достаточно. Ну, у меня она длинновата, потому что я сказала вам, что для демонстрации сажу несколько растений рядышком. Для одного растения примерно там сантиметров 50-60 будет более чем достаточно. Ну, конечно, зависит от размера саженца. Если он достаточно большой, соответственно, и площадь накрывания тоже будет больше. Если вдруг вы боитесь каких-то заморозков, которые, может быть, могут быть, в таком случае туда, под укрытие, под спанбонд, положите пару пятилитровых бутылок с водой. И этого будет вполне достаточно для того, чтобы при легком заморозке растение защитить. Оно, в общем-то, это и не почувствует. Даже в прошлом году, когда у нас под укрытием смерзал виноград, там, где стояла вода, там побеги сохранились. Ну, конечно же, еще раз возвращаемся к срокам. Вы смотрите на ваши конкретные условия. Если, в принципе, май холодный, то высаживать нет смысла, потому что земля холодная. Если погода уже достаточно теплая, то мы можем еще помочь чуть-чуть подогреть теми же пленочками, можем водичку поставить на случай. Если вдруг там какое-то будет понижение температуры, а вас нет на месте, и ваши саженцы будут прекрасно себя чувствовать. Кроме того, вот эти приемы, как накрывание бутылес с водой, помогут не только вашему саженцу адаптироваться, помогут не только защитить его от каких-то меняющихся, неблагоприятных погодных условий, но также дадут ему то тепло, которое ему необходимо для роста, и вам не придется бояться того, что ваш саженец не успеет или не вызреет. Если вы создадите для него условия, то он и успеет, и наберется сил, и хорошо вызреет. Также повторю, что снимать укрытие для адаптации достаточно двух недель. Если вам надо, чтобы саженцы, скажем так, разогнались, дать им больше сил, больше тепла, вы понимаете, что у вас лето короткое, поддержите побольше. Ну, можно поддержать и до середины июня, и до конца июня, в зависимости от погоды в вашем регионе. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку «Еще». Ссылка на каталог наших сортов, награды и наши контакты. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!